Меня зовут Дарья, занимаюсь я в данный момент работаю в отеле администратором. Родом я из Украины, хотя все мои родные русские, они сюда приехали, но родилась я в Украине. Родом из Кривого Рога, живу сейчас в Днепропетровске. Расскажите, пожалуйста, как вы оцениваете ситуацию на данный момент в городе Днепропетровске? В городе Днепропетровске, сравнительно с тем, что происходит в Украине, в городе Днепропетровске очень тихо и спокойно. Мне кажется, это самая спокойная область в Украине вообще. Здесь не происходит никаких инцидентов. На нас война, которая происходит в других областях, не отражается, по сути. Хотя мы наблюдаем, и все это очень печально, грустно. На ваш взгляд, как можно разрешить сложившуюся ситуацию на востоке Украины? Объективно вообще никакого ответа не могу дать, потому что я не политолог и вообще даже телевизор в последнее время стараюсь не смотреть. То есть я не владею, по сути, ситуацией, как разрешить с минимальными потерями человеческими мирно разрешить какими-то путями разговоров, переговоров. Хотя, мне кажется, никакого толка от этого не будет. Хотелось бы, чтобы это все закончилось наконец-то. Как закончится? Отделятся ли восточные области? Не отделятся ли? Это уже решение, мне кажется, большинства населения, которое будет в этом участвовать. У меня еще такой вопрос. Как вы относитесь к проведению спецоперации АТО, то, что сейчас по-прежнему происходит на востоке? Как вы считаете, Петр Порошенко должен ее остановить или дальше продолжать? Или каков ваш взгляд? Ну, опять-таки, как человек, который не может дать объективную оценку, абсолютно аполитично, не участвую. Я пацифист абсолютный и минимум крови. За то, чтобы было меньше жертв. Я за то, чтобы... Хотя, с другой стороны, если таким наглым образом вмешиваются на территорию Украины, ну а как еще? Хочется подумать. Но, с другой стороны, я за то, чтобы не было никаких военных действий. За то, чтобы все решалось мирным путем. Но если это невозможно, то, может быть, они и правы. Это просто мнение, которое не имеет объективной основы. У российских СМИ часто поднимался вопрос о том, что люди Юго-Востока Украины, да и вообще всей Украины, русскоязычное население, что их как-то прижимают, то есть люди не могут говорить на русском языке. Проводится очень сильная украинизация. Вот в Днепропетровске, на ваш взгляд, проводилось такое? Или эта информация на чем-то обоснована? Не знаю, может, она имеет какую-то основу где-то в каких-то определенных структурах, может, государственных или где-то еще. Лично меня вообще никогда это не касалось. И опять-таки, повторюсь, я русская. И родные мои все из России, они сюда приехали в свое время. Никогда я на себе не чувствовала никакого давления по поводу русского языка. Все мы общаемся по-русски. Украинскую мову я дуже добре знаю, Володиевна. И влаштовые особи дни украинской мовы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова